Доброе утро! Ну, выглядит вполне так естественно. Потом у нас есть еще лавандушка. Лавандушка настоящая, высушенная. Немножечко осыпается, но это нормально. Потом у нас есть зайчий хвостик. На латинском называется лагурус. Вообще, самый милый элемент этого букетика будет. И пшеничка обычная, просто покрашенная. И давай начнем беречь твой хлопочек. 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 Ну, наверное, твой хлопочек надо положить обратно. Так, берем вот эти вот. Зайчьи хвостики. Много ли нужно? Ну, думаю, порядка пяти. Давай выбирай себе самые красивые. Они просто длинные. Надо будет сейчас их обрезать, перед тем, как букет положить. Жас. Лучше брать, конечно, самые пышненькие. Да, да, да. Мне, конечно, самые нитки прям замечательные. Да, кстати. Подай. Так, вот. Можно даже сразу из них что-то уже выстроить красивенькое. Вот у меня один уже сломался. На самом деле, конечно, с сухоцветами работает очень тяжело, потому что они ломкие. Ага. Вот. Но. Нужно быть крайне аккуратными. Они долго будут храниться у вас. Так, берем ножницы. Вот, держи. Угу. Вот. Уже? Уже, да. Но потихоньку все. Так. Просто примерно можно пока что подрезать. Сейчас. Вот. Так, чтобы все они были примерно такомых. То есть, у нас. Так. Сколько должно быть у нас... Какова должна быть высота? Зачем? Вот примерно 10 сантиметров, я думаю, хватит. 10 сантиметров, да. Вот так. Угу. И опять-таки теперь берем... Каждый себе выбирает лавандушку. Это, кстати, самый такой главный элемент, потому что она очень приятно пахнет. Остальное уже ничего нет. А вот лаванда пахнет очень приятно. И именно из-за нее в большинстве случаев этот букетик и берут. Потому что запах реально классный. Ох, хорошо. И стоять будет. Тоже штучек пять стоять? Да, ну, примерно так. И пшеничку берем. Возьми. Действительно, очень прикольный запах. Прям очень прикольный. Можем уже складывать все вместе? Да, берем пшеничку. И все. То, чтобы сразу подготовиться и быстро собрать. И вот. Это кривая. Бери кривую, я тебе хорошую возьму. Вот они, паристы. Опа, все. На самом деле, с ними даже работать приятно. Это немножко успокаивает, я бы даже сказала бы. Да, такой антистресс. Да, главное, чтобы они не ломались, потому что потом увидят наоборот. Так, тоже сантиметров 10. Угу. Все, теперь мы подготовили. Это я убираю. Хлопочек. Хлопочек. И теперь будем собирать. Собираем мы букет, как обычно, на самом деле. Давай сейчас расскажу. Берем главный. Это вот как главная роза в букете, у нас будет хлопочек. Вот так вот чуть-чуть его поверни. К себе, от себя. Да, к себе. Ну, ничего с ним не случится. И теперь берем пшеничку. В принципе, ты можешь просто положить, как тебе нравится больше. Можно смешивать, можно по три. По три. Угу. Ну, очень хорошо получается уже. И вот я чуть-чуть добавлю уже зайчего хвостика. Ага, просто сейчас намешиваемся. Да, да, да. Просто как нравится. На самом деле, этот принцип спирали вот этой, можно его придерживаться? Ну, в принципе, можно и не придерживаться, потому что особо разницы не будет. Ну, это не так страшно. Какую композицию я себе хочу. Вот так. Сейчас, сейчас все будет. Друзья. А цвета, на самом деле, бывают самые-самые неожиданные. Есть вот зайчьи хвостики и бордового цвета. Ну, даже так. Совсем яркие, не настоящие. У нас вот цвет Тиффани очень красивый, мятный. Кстати, он сейчас, я так полагаю, в тренинг. И, в принципе, все цехоцветы сейчас, я даже заметила, что во всех даже ресторанах, именно они, потому что они очень удобные. Ты покупаешь их один раз, и стоят они, там, года три. Поэтому, пока они сейчас актуальны, я бы себе бы даже домой купила бы. Как у тебя все это получается? У меня что-то тоже. Сейчас. У меня вот лавандушка. На самом деле, работать с ними не так уж и просто. Потому что все сыпется, ломается, но в итоге получается все очень красиво. Я даже вот лаванды возьму кучечкой, чтобы они вместе были. Самое интересное, что такой маленький букетик, но лаванда пахнет очень классно. И даже, можно сказать, там, на определенную часть комнаты этого запаха хватит. То есть она распространяется очень хорошо. А, у меня что-то получается. У тебя получается красивее, чем у меня пшеночка сломалась. Это дар просто. Да. Вот так. Так, вот она нам подкнуть. Вот, лаванда. Ох, друзья, то, что я говорил про антистресс. Это неправда. Это чуть-чуть, да, неправда, на самом деле. Когда у вас что-то не получается. Раздражает, да? Ну, ничего. Немного. Возможно, это и стежки нашего характера. А вот сюда и зрители все будет хорошо. Ну, сейчас я заметила, что очень во многих местах вообще сухоцветы начали продавать. Это очень хорошо, что у нас тоже придерживаются брендов Инстаграма. Так, теперь мы должны обмотать это все брендово. Прям вот тебе красивее, чем у меня обматываешь вот здесь вот. И все лишнее мы убираем. Вот хлопок у нас ненатуральный, поэтому надо будет тут постараться. И сейчас мы будем упаковывать. А, нет, у меня красивее. Это вот просто на завершающем. Немного вырвалось. Беремся еще только. Все? Нет, стой, 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 стой. Ладно, поставим так. Так, теперь мы упаковываем сначала в первый слой. Это у нас бумага тишья, очень мягенькая и миленькая. И просто ее вот так вот напополам разрезаем. Это получается одна четвертая вашего листочка будет. Потому что мы ее до этого уже отрезали. Я сейчас тебе тоже подготовлю. Я все еще, да, повожу себе всякую ерунду. Все замечательно. В целом, в целом, да. В целом неплохо. Отрезай, да? Ну, не будь. Так, что мне нужно? Вот, отрезать нужно не столько вот с этим, а не чуть аккуратно. Я так понимаю, он режется чуть-чуть. Тяжелее, да? Тяжелее. На самом деле, сухоперты можно высушить и самим дома. То есть для этого нужно будет подобрать темное место, чтобы цвет не испортился. И теперь аккуратненько треугольничек вот так вот складываешь. Треугольничек вот так? Ну, уголочек я возьму. Ну, как у меня. Вот, ну и все. Красота. Плюс-минус. Да. Лучше вот это второе, наверное, подвернуть, чтобы прям совсем красиво было. Вот так. Все. Вот он. Глаз, мастер. И теперь мы очень аккуратненько вот так вот заворачиваем наш букетик, чтобы все было видно, главное. Все. Просто вот как малыша, заворачиваешь петелочку. Вот так и тут заворачиваешь. К сожалению, наверное. Так, стой. Что-то очень невнятное у меня получается. В каком моменте я ошибся? Мы ставим... Ну, вот сюда. Вот сюда? Угу. Ага, вот. Вот так поворачиваешь. Угу. Теперь заворачиваешь. Все. Вот получилось. Угу. Да, да, да. Да. И вот тут просто вот так вот. Все. А, все понятно. Тут очень все легко на самом деле. Действительно, да. Теперь берем второй слой упаковки. Так, второй слой упаковки. Надо поменьше на самом деле отрезать. Ух ты ж. Так, вот прям совсем чуть-чуть. Ну, так вот буквально один маленький квадратик. Там 10 на 15 сантиметров примерно. В целом, в целом, в целом. Кажется, наша передача превращается в передачу, испортим исходный материал. Вот. Стой, да? Давай, давай. Этого не хватит, да? Угу. Прям 100%. Прям 100% меньше. Окей. Чуть-чуть больше. Так, вот. Давай вот отсюда, вот сюда. А, отлично. Отлично, вот так вот. Угу, угу. Еще чуть-чуть вот здесь. И все. Угу. Все, а теперь укладываешь вот так вот на уголочек сам пикет. Стоп, а сначала мы отрезаем еще один угол, получается? Ну, сейчас лучше уложу, а потом мы будем отрезать. Окей. Ага. Угу, все, а теперь вот так вот заматываем. Можно вот здесь вот тоже подрезать низ, чтобы у нас хвостик был здесь. Давай, вот так вот. Вот так вот, угу, угу, угу. Все. Окей. И вот тут вот чуть-чуть. Вот здесь. Да, тут надо постоянно корректировать. Угу, все. И теперь аккуратненько надо будет завязать. На самом деле для первого раза очень даже красиво получилось. Ну, ну... Почти. Так, теперь будем ленточку. Зрители мне судья, будет, как говорится. Так, сначала, я думаю, надо мотать скотчем, да? Нет, нет, нужно просто ленточкой, чтобы скотчем не было видно. Букетик же маленький, его будет сразу видно. Поэтому здесь мы сделаем бантик. Все, мой готов теперь. Ну уж, узелки-то завязывать, я думаю. Но умеет. На самом деле очень миленький букет получился. Его очень часто дарят детям. Ну, твой букет однозначно на все 10 баллов. Угу. Спасибо. Вот, дорогие друзья, вот что у нас получилось. То есть, конечно, мой первый опыт выглядит, скажем так, не то, чтобы на все 10 баллов, я бы сказал, 8 из 10. 9 из 10. 9 из 5. Ну, а самое главное, друзья, что каждый из вас при наличии всех материалов может сделать подобный букетик у себя дома. Если у вас руки, скажем так, прямые, а не как у меня, то вы сможете сделать что-то наподобие этого. Ну, а с вами была рубрика «Моя Рашля» и ее ведущая Алина Акбашева. Я Смот Бурлаков. До скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»